Здравствуйте! Это «Итоги дня» телеканал Улправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновске появится скейт-парк. Спортплощадку установят на территории Владимирского сада. Губернаторский лицей отметил первый день рождения. В Боротаевку дом культуры, в Кротовку фонари и асфальт. Дом культуры возродить, улицу осветить. В Кротовке и Боротаевке ожидаются положительные перемены. Ремонтировать или строить заново, и для чего сельчанам нужны тосы. Подробности у Виктории Черковой. На месте заброшки появится современный дом культуры. В Боротаевке скоро построят необходимое для жителей учреждение. Губернатор Сергей Морозов приехал в село, чтобы обсудить с коллегами грядущее строительство. После осмотра заброшенного ДК глава региона вместе с общественниками переместился в здание школы. На совещании успели ознакомиться с онлайн-проектом нового дома культуры. Старый снесут в 2020-м. Через год на его месте вырастет его потомок. ДК будет таким же, как и в селе Архангельское. Проект типовой. 400 квадратных метров площади. Зрительный зал-трансформер на 200 мест и помещение для творческих кружков. Школу тоже планируется довести до ума. В актовом и спортивном залах будет сделан ремонт. Школа становится вот опять красивой, ухоженной. Сейчас мы вот прошли, поговорили о том, что в ближайшее время городская власть сделает для того, чтобы в школе появилось новое оборудование, чтобы в школе начался там ремонт актового зала, там на ряд других моментов. То значит, нам надо дальше заниматься всей инфраструктурой вашего огромного села, нашего с вами огромного села. Одним селом не ограничились. После Боротаевки глава региона встретился с жителями соседней Кротовки. Инициативные сельчане рассказали о главной проблеме – отсутствии уличного освещения. Вся вот эта центральная улица, которая идет через все село, она полностью не освещается вообще, поэтому очень проблематично. У нас здесь и пешеходы, и с колясками ходят, дети прогуливаются. В Кротовке не хватает не только фонарей. Местные жители мечтают об отремонтированной дороге и облагороженном роднике. Для эффективного решения этих вопросов жители планируют организацию территориального общественного самоуправления. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. Вчера прошло аппаратное совещание, транспортное инспекции, недели нацпроектов, наука и образование, переезд к Ванториуму и научно-образовательный центр по возобновляемой энергетике. Подробнее об этих темах и о чем еще говорили на заседании в материале Егора Титова. Аппаратное совещание прошло в Ульяновском государственном университете. Большая часть заседания была посвящена вопросам образования и науки. Но начали совещание с проблемой общественного транспорта. Губернатор Сергей Морозов озвучил инициативу, которая вступит в силу со следующего года. Мы должны сделать все, чтобы с 1 января 2020 года, для этого надо подготовить необходимую документацию, все ветераны Великой Отечественной войны вместе с сопровождающими смогут ездить на общественном транспорте в Ульяновской области бесплатно. Губернатор также поручил усилить контроль за безопасностью и комфортом пассажирских перевозок. Глава области поставил задачу сформировать региональную транспортную инспекцию, которая проследит за решением этих вопросов. С понедельника началась тематическая неделя, посвященная национальному проекту «Наука». В программе более 300 мероприятий. Неделя будет посвящена великому российскому ученому Владимиру Вернадскому. В рамках проекта, носящего имя выдающегося деятеля отечественной науки, началось сотрудничество Ульяновской области и Московского государственного университета. Сегодня в регионах будут реализовываться наиболее важные исследования научные, которые нужны для всей территории страны. И очень важно, что наш опорный ВУЗ, и, соответственно, он может все это другим ВУЗом распространить, будет принимать в реализации данных исследований участие. Но это не просто участие, как разрешение, давайте-ка поисследуем. Это еще и возможность наших ученых, скажем так, иметь доступ к самым передовым исследованиям мировым и российским, доступ к суперкомпьютерам, доступ к материальным вещам и так далее. Завершится неделя визитом в Ульяновскую область первого вице-президента Российской академии наук Андрея Андреянова. Ученый проведет первую в истории страны публичную лекцию в базовой школе РАН. В честь стать такой школой удостоилась гимназия номер один. Национальный проект образования была посвящена предыдущей неделе. По ее результатам принято вполне конкретное решение, которое улучшит доступность образовательных услуг для подрастающих жителей области. Мы презентовали будущий кванториум, который будет создан в 2020 году в городе Димитровграде на базе нашего колледжа. На мероприятии участвовали школьники, родительская общественность. Мы хотели максимально рассказать о том, какие возможности будут представлены для детей при создании этого уникального, по сути, учреждения. На создание Димитровградского кванториума выделено более 50 миллионов рублей. Обучение будет вестись по технологическим направлениям. А вот Ульянский кванториум губернатор раскритиковал. Вернее, не саму работу учреждения дополнительного образования, а его место расположения в новом городе. Территория вокруг детского технопарка неблагоустроена и оставляет желать лучшего. Мы говорим о правильной вещи, а в реальности, так сказать, детишки будут жить в веке 19-м или 20-м, то они нас не поймут. Они потом разбегут все, вот то, о чем, в общем-то, говорил и Асмус. По разным университетам, по разным городам мы весям. И не останутся здесь, и не вернутся сюда. И в памяти будет у них все эти ямы и чертополох. Министр образования и науки Наталья Семенова отметила, что до конца года будет проработано решение о переносе кванториума. Планируется, что он заработает на базе заволжской школы номер 72. Там будут созданы более комфортные условия и обучение для ульянских школьников. А для студентов ульянских вузов губернатор поручил разработать проект «Разговор с наставником». Для того, чтобы будущие управленцы, будущая вообще в целом техническая или социальная элита ульяновской области услышали в ходе откровенного разговора реальную ситуацию и в отрасли, и в регионе. Предварительно будут собирать вопросы студентов и преподавателей. Проводить разговор с наставником планируют раз в месяц. И еще один образовательный проект будет реализовываться в Ульяновской области. В регионе планируется создать научно-исследовательский образовательный центр в области возобновляемой энергетики. Всего таких центров будет 15 по всей стране до 2025 года. На их создание выделят более 8 миллиардов рублей из федерального бюджета. Планируется привлечь также 134 миллиарда в небюджетных средств. В первом квартале 2020 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации будет приведен следующий конкурсный отбор. Собственно говоря, к этому конкурсному отбору мы сейчас и активно готовимся. В этом году предполагается, что будет объявлено еще 5 регионов, которые создадут на своей площадке научно-образовательные центры. В заключении аппаратного совещания глава области наметил ряд инициатив, которые будут направлены на популяризацию чтения. Руководители школьных библиотек должны стать заместителем директоров школ. А компьютерная техника библиотек должна быть существенно обновлена. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. В Ульяновске проходит муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. И это уже второй этап. Напомним, в первом этапе победило 3,5 тысячи школьников. Что ожидало учащихся на этот раз в нашем сюжете? Главная и самая престижная Олимпиада страны. Все это Всероссийская Олимпиада школьников. Проводится она сразу по всем 24 предметам обязательной школьной программы. В регионе начался второй этап интеллектуальных соревнований, муниципальный. Он продлится до конца ноября. Накануне, в октябре, в образовательных организациях проходил школьный этап. В нем в этом году приняли участие свыше 30 тысяч ульяновских школьников. По итогам школьного этапа Олимпиады порядка 5 тысяч ребят стали призерами. Победителями первого школьного этапа стали 3,5 тысячи учеников Ульяновска. Они и получили возможность участвовать в муниципальном этапе. Примечательно, что ранее участниками могли стать лишь ученики 7-11 классов. В этом году проверить свои знания могут ученики 4-го, 5-го и 6-го классов. Правда, только по двум дисциплинам – русскому и математике. Поэтому я усердно занималась на дополнительных занятиях с классным руководителем, с учителем русского языка в своей школе. Я ожидаю, что задания будут нестандартные какие-то, чуть посложнее, чем были на этапе до этого. Олимпиада – отличная возможность для старшеклассников показать свои знания. Ведь победителям гарантировано поступление в профильный вуз без экзаменов. Участие в Олимпиаде помогает выпускникам выбрать престижное место учебы, даже если подросток учится в самой обычной школе и не нанимает репетиторов для подготовки к ЕГЭ. А пока школьникам предстоит показать свои знания, чтобы получить путевку на региональный этап конкурса. Он пройдет уже в третьей четверти. Его победители отправятся на финальный всероссийский этап весной 2020 года. Анна Тищенко, Новости, Улправды ТВ. Торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине со дня открытия губернаторского лицея номер 100, состоялось 11 ноября в стенах общеобразовательной организации. Участие в нем приняли представители правительства Ульяновской области, администрации города Ульяновска, депутаты законодательного собрания. Педагоги лицея, ученики и их родители. Слово Ирине Антоновой. Губернаторский лицей номер 100 – новое современное учебное заведение, которое открыло свои двери в прошлом году. Лицей почти в пять раз больше среднестатистических школьных зданий. Просторные светлые классы, концертный зал, кинозал, киностудия, студия звукозаписи, три лаборатории и многое другое. Он был построен по проекту «Новая школа». 11 ноября лицей отметил свою первую годовщину. Есть уже определенные заслуги, есть определенные победы. У нас есть дети, которые занимали призовые и побеждали в Олимпиадах, в том числе регионального значения. Есть у нас и дети, которые побеждали в спортивных соревнованиях нашей команды по волейболу, по баскетболу, в районе, в городе. Занимали тоже уже первые места. Особая гордость – это наш молодой учитель Яна Борисовна Осина заняла первое место буквально несколько недель назад в муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют». И сейчас мы ей желаем победы, безусловно, на региональном туре. В настоящее время в общеобразовательной организации сформировано 46 лицейских классов, в которых обучается почти полторы тысячи мальчишек и девчонок. Они учатся по нескольким профилям – химико-биологическому, архитектурно-художественному и информационно-технологическому. Кроме того, здесь работают различные кружки и секции, среди которых информационные технологии, робототехника, школьная радио, телевидение, иностранные языки. Лицей собрал уникальную команду молодых профессиональных педагогов, правда уникальные. Каждый из них прошел разного уровня конкурса. Каждый отдает себя, часть своего сердца, вам, детям. И каждый ориентирован исключительно на успех и никак иначе. В день рождения лицея некоторых педагогов отметили почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора. В этот день трогательный. Хочется пожелать всего самого-самого наилучшего педагогам, конечно, которые дают огромную базу знаний нашим детям. Ну и детям, конечно. То, что нам год мы отучились уже. Многие получили новых знакомых, новых друзей. В рамках празднования первой годовщины со дня образования лицея введена новая традиция проведения ежегодной премии «Признание». Она будет вручаться не только лучшим педагогам, но и учащимся их родителям. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Ульяновский педагогический университет сменил руководителя. Новым ректором вуза стал Игорь Петрищев. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации кандидат технических наук утвержден над должностью руководителя университета сроком на 5 лет. Еще в конце мая его кандидатуру поддержали большинство педагогов. А на днях многодетный отец, кандидат технических наук, доцент Игорь Петрищев возглавил Ульяновский государственный педагогический университет. Новоиспеченный ректор, выпускник вуза. И до этого занимал должность проректора по учебно-методической работе в родном Альмаматор. Нашей съемочной группе, теперь уже руководитель института, признался, что о высоких постах никогда не задумывался. В детстве скромно мечтал стать программистом. Мой курс работы заключается в двух направлениях. Во-первых, это курс начатого Тамары Владимировны дела непрерывного комплекса педагогического образования. Ну и второе, это направление на развитие и преобразование университета в некий социально-культурный центр региона. Свою стратегию развития вуза Игорь Петрищев представил во время инаугурации, которая составилась в актовом зале педуниверситета. Новый ректор со сцены цитировал Артура Кларка, делал ставки на цифровизацию, обращался к своим коллегам, педагогам и студентам. Особо хочу обратиться к присутствующим здесь студентам. Именно вы, главные люди нашего университета, именно для вас наш вуз работает. Мне бы искренне хотелось, чтобы студенческое самоуправление получило новые направления для развития. И в первую очередь связано с учебной и научной деятельностью. Поздравить земляка со вступлением в должность приехал и Сергей Морозов. Он поддержал политику в сфере цифровизации. Губернатор также отметил, что это знаковое событие в научной жизни области. Тем более, инаугурация проходит в рамках одноименной тематической недели нацпроекта. Морозов подчеркнул и молодой возраст нового руководителя вуза, что является показателем работы в регионе, социальных лифтов для молодых профессионалов. К слову, Игорь Петрищев один из самых молодых ректоров страны. Сегодня недостаточно просто воспроизведения знаний учителей. Образовательные программы должны быть практикоориентированы, наполнены большим количеством тренингов и мастер-классов. Должны в полной мере задействовать весь арсенал современных информационно-конфункционных технологий. Только при выполнении этих условий учитель сможет найти подход к поколению детей цифровой эпохи. В честь знакового события губернатор открыл новую традицию в педагогическом университете. Новоиспеченному руководителю вуза он вручил точную копию письменного прибора, подаренного Илье Николаевичу Ульянову учителями-сослуживцами в 1880 году. Знаковый подарок отныне будет приходить от ректора к ректору. За всем процессом наблюдала сначала с кресла, а потом рядом на сцене наставница, уже бывший ректор УЛГПУ Тамара Девяткина. У руля вуза она встала в 2013 году. Я думаю, что у нашего университета хорошее будущее. Он меняется быстро. Он очень восприимчив к новому. Педагогический коллектив достаточно образован, силен в методиках. И я думаю, это будет под силу нашему университету. Игорь Петрищев избран ректором Ульяновского педагогического университета на ближайшие пять лет. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. В Ульяновске появится скейт-парк. Спортплощадку установят на территории Владимирского сада. На самом деле нашему городу уже большое количество времени требуется подобная площадка для реализации молодых спортсменов, потому что каждый год устанавливаются дешевые конструкции деревянные, которые постепенно приходят в негодность. А эта конструкция очень большая, монолитная, и она простоит не одно десятилетие и будет соответствовать стандартам европейским и всемирным. Лидер движения скейтбордистов города заручился поддержкой Минспорта и правительства. Их совместная работа принесла плоды в виде проектов городских скейт-парков. Ульяновцы тоже могут помочь в развитии модного спортивного движения. Например, проголосовать за понравившийся объект и выбрать общественное пространство. Ульяновский прошел традиционный турнир под дзюдо памяти Ирека Ахмедшина. Его награды разыграли около сотни юных спортсменов. А один из самых почетных гостей турнира стал Иван Шпед, победитель недавней битвы чемпионов. Самого престижного турнира в российских единоборствах. Слово Михаилу Рассашанскому. Желающих получить автограф чемпиона мира по кудо Ивана Шпеда нет отбоя. Победитель недавней битвы чемпионов только и успевает позировать перед фотокамерами смартфонов. Шпед – один из почетных гостей традиционного турнира под дзюдо памяти ульяновца Ирика Ахмедшина. Почему я посещаю такие мероприятия? Все очень просто. Я также когда-то выступал на таком же Муру. Кстати, я также был в далеком детстве призером областного турнира под дзюдо. И поэтому хочется, чтобы наше молодое поколение видело, что есть к чему стремиться. Известный ульяновский дзюдоист Ирик Ахмедшин погиб в автокатастрофе в 2004-м. С тех пор в память о нем и проводится турнир среди юных спортсменов. Неизменно время – вторые выходные ноября. Неизменно место – 56-я городская школа. Именно здесь в свое время и тренировался сам Ирик и его друзья. Около сотни юных дзюдоистов приняли участие в 16-м мемориале Ахмедшина. Причем на татами вышли не только юноши, но и девушки. Главными героями соревнований стали мальчишки областной школы дзюдо. В шести весовых категориях они взывали шесть золотых наград. Эту гегемонию прервали девушки клуба «Симбирск». У них две золотые награды. Еще одна победа досталась спортсменкам клуба «Мужество». Михаил Сашанский. Новости Улправо-ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 13 ноября в Ульяновске ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем составит 3 градуса со знаком «плюс». Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Управда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.